Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня в этом видео я хочу вам рассказать про зимние тренды 2023 года. На своем канале я рассказываю о фотографии, искусстве, вдохновении и моде. Если тебе тоже интересны эти темы, то не забудь подписаться. И начнем с тренда, точнее со стиля, который взорвал все подиумы и ворвался в нашу реальность. New Punk, потому что такой панк, как он был в 90-х, он немножко перефразирован на современный лад. И мы можем здесь видеть все так же какой-то лондонский стиль, клетку. И все это в сочетании с гранжевыми нотками, такими панковскими нотками. Здесь можно сочетать классические вещи в более их рваном стиле. И мне очень нравится этот стиль, потому что он говорит нам о определенной свободе в образе, свободе самовыражения. И мне кажется, что каждому человеку, который экспериментирует со своим стилем, так или иначе, хотелось бы из себя попробовать в чем-то подобном. Этот стиль также подразумевает сочетание несочетаемых вещей и различных тканей, фактур, текстур, цветов. Здесь вы можете по-настоящему оторваться и попробовать все, что вам так давно хотелось. Сочетание классики, клетки, костюмов, пиджаков, в то же время рваных свитеров, каких-то паутинок легких. Это все будет выглядеть актуально зимой. И вообще весь следующий 2023 год мы будем это видеть тоже. Такая зима может быть без верхней одежды. Рент номер два это шубы. Да, must have этой зимы. Это огромные шубы, такие, знаете, в стиле 90-х, 2000-х, состоящих русских женщин, где много меха. Конечно, сейчас он может быть искусственным. Искусственный мех сейчас выглядит просто потрясающе. Главная особенность, отличительная черта шубы 2023 года, это, конечно, ее большой размер, длина. И она вообще такая оверсайз шуба. И здесь вы также можете выбрать какие-то яркие варианты. Но и натуральные цвета, конечно же, будут актуальны. И мне кажется, зимой белый цвет выглядит невероятно выигрышно. Поэтому можете также поэксперсироваться стилем Russian Bimbo и попробовать как раз-таки огромные белые шубы. Также хочу упомянуть стеканные пуховики. Это могут быть пуховики, которые напоминают немного спальную одежду, будто бы это огромный стеканный халат. И цвета здесь должны быть соответствующие. Очень нежные, мягкие и пастельные. Что выглядит очень красиво на зимнем снежном пейзаже. Еще из достаточно теплых трендов верхней одежды стоит упомянуть дубленки. И это такой натуральный, уютный стиль, в котором, мне кажется, каждый будет чувствовать себя комфортно и уютно. К такому образу можно добавить различные бежевые цветы, бежевые брюки и светлые молочные цвета. Будут очень красиво смотреться в сочетании с коричневым. Дизайнеры продолжают черпать моду от каких-то молодежных субкультур, от молодежных течений и от различных их экспериментов. Поэтому мы можем видеть тренд номер три, это школьный стиль. Поэтому мы как раз видим рубашки, галстуки, классические костюмы какие-то. Это все стиль. Как раз школьный такой классический, который можно сделать более детским за счет того, что мы не всегда хотим как-то следовать четким правилам, когда мы подростки, когда мы учимся в школе. И этот стиль сейчас можно всячески применять на себя, носить. И это будет выглядеть очень круто и актуально. Следующий зимний тренд, который, конечно же, тоже настроен на тепло, как и шубы, это балаклавы. Балаклавы, на самом деле, такая вещь, которая классно предохраняет нас от холода. Поэтому присмотритесь обязательно. Я вот не купила в прошлом году, теперь жалею, очень хочу заказать. Мне кажется, что это очень удобная зима. И, как видите, тренд все еще остается с нами, уже из следующего года к нам перекочевал. Теперь давайте поговорим немного о низах. И это, конечно же, будут брюки карго. Брюки карго в этом сезоне у нас достаточно широкие. Основная их особенность это накладные карманы. Опять же, это стиль 90-х. И как раз создает очень красивый силуэт для вашего лука, вашего образа. Конечно, такие брюки можно сочетать и с какими-то верхами оверсайз. Тогда у вас получится классный мешковатый образ. И тоже будет выглядеть это очень актуально. Следующий тренд выглядит не совсем зимним. И мы поговорим сейчас о юбках. А именно о юбках-поясах. Юбки, которые невероятно короткие. И чаще всего они на бедрах. Конечно, это тренд для самых смелых. Но мне кажется, что можно поэкспериментировать. Особенно зимой, например, на новогодней вечеринке. И следующая идея вам для новогодней вечеринки. Это кет-сьют. А именно костюмы, которые полностью по фигуре. Полностью, можно сказать, подчеркивают всю вашу фигуру. И соединены вверх и низ. То есть это такой комбинезон. Выглядит это невероятно стильно. И в то же время вы можете добавить к такому кет-сьюту, такому комбинезону различные пиджаки или какие-то другие элементы одежды, которые сделают ваш образ более сложным и интересным. Следующий элемент одежды, который уже успел взорвать мир мода, это корсет. И он продолжает существовать в разных репликах. Это могут быть как и жестко зашнурованные корсеты, так и более расслабленные корсеты на свитера, на платье. Их можно добавлять везде и где угодно. И, конечно, это выглядит невероятно женственно. И, конечно, хочу застронуть тему обуви. Первое, что хочется упомянуть, это высокие сапоги, которые будто бы вторая кожа. Кожаные сапоги, высокие. Также невозможно не упомянуть тренд на кожу. Из материалов кожи сейчас является одним из самых актуальных. Это могут быть полностью кожаные тотал луки. И также хочу кратко затронуть тему цветов, какие цвета актуальны в 2023 году. Это прежде всего коричневый цвет. Сейчас он буквально становится вторым-черным цветом. Его можно использовать в сочетании с другими цветами. Конечно, здесь от него уже появляются такие цвета, как синий. Потому что это очень красивое сочетание, и синий тоже в тренде. Именно такой ярко-синий цвет. Также из таких вот ярких открытых цветов зеленый. Он тоже, можно сказать, остался с нами с лета, с весны. И сейчас он тоже продолжает быть актуальным. Также хочется отметить розовый, желтый и ярко-красный цвет. Вот и все тренды, о которых я вам сегодня хотела рассказать. Спасибо, что посмотрели это видео. Желаю вам вдохновляющего настроения. Всех целую, всем пока. И до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok